Друзья мои, всем добрый вечер! Мы ведем свой репортаж из города Уварова. Виктор Анатольевич, у нас владитель, и мы сейчас едем по знаменательным интересным местам, которые хотим вам показать. Это площадь Ленина. Ничего тут интересного нет, все равно что парк какой-то. Парк примирения. Потому что в этой церкви раньше был дом культуры, а потом началось примирение. Ну, это жизнь такая, друзья. А вот парк Победы. Где? Парк, который войдет. Не надо, давай остановимся. Не, не надо. Вот, видишь, войдем погибшим. Пойдем, пойдем. Друзья, это администрация городская. Вот тут кто-то песни поет. Ну, это ничего страшного. Центральная улица, стареевая. Шоссейная, да? Да, стареевая название-то. А почему он назывался шоссейной, скажи? Это единственная была дорога, которая связана в царское время. Шоссе тут проходило между Инжавиной, Кирсаном. То есть это была единственная асфальтированная улица в Горде? На Грибановке. Ну, какая она? Плитка лежала. Какая плитка-то? Кирпичи? Колты, кирпичи, да? Там, нескам. Понятно. Я вот здесь остановлюсь, а вот тут переедет. Не надо, переходи, пойдем. А, вот ты хочешь сказать на это? Ну, давай, останавливайся. А я подъеду туда. Сейчас мы идем в Вишнево, друзья мои, сквер. Где проходит мероприятие. Друзья, это торговый центр Арбат. Раньше тут был кинотеатр. Один раз я в нем был. Офигенное было место. Ну, потом скажут, что Уварова не нужен хороший кинотеатр. И в итоге его закрыли. А мы сейчас идем в символ города Уварова. Вишневый сквер. Потому что Уварова называется Вишневарова. Все, вперед, друзья мои, с песнями. Друзья мои, если вы хотите сказать, что город Уварова непрогрессивный город, то, извините, вы ошибаетесь. Смотрите, барбершоп. То есть, если вы хотите подстричься, или сделать себе красивое оформление бороды, у вас все впереди, друзья мои. Приезжайте в город Уварова. Все, сейчас идем в Вишневаровский сквер. Друзья, ну все, мы входим в самую идиллию города Уварова, Вишневаровский сквер. Посмотрите, как красиво здесь все оформлено. Лавочки. Ну и самое главное, здесь у нас вишня. Вишня, хозяйка города Уварова. Действительно, Уварова всегда было и сопряжено было с вишней. Посмотрите. Вот здесь вот такая ситуация. Все красиво оформлено. Ребята, смотрите, какая красотища. Давайте сейчас я вам немного покажу вокруг сквер. Там фотозоны. Вот видите, здесь все красиво оформлено цветами. Ребятушки. Просто песня. Теплый. Теплый августовский вечер. Обалденно. Обалденно. Ребят, ну тут есть инсталляция такие интересные. Давайте с вами вместе посмотрим. Ну я уже говорил, вот Уварова. Посмотрите, я люблю Уварова. Симпатично. И здесь еще вот такие вот интересных два джентльмена. Джентльмена, скажем так. Девушка и мужчина. Так, давайте посмотрим, что-то есть, может быть, еще. А мы сейчас попросим, в Корейте щелканемся, пацанов, а не вы на 2 секунды. Да поспорим. Па. Мы сейчас издалека приехали, просто чтобы щелкануться в вашем красивом, интересном городе. Слушайте, какие красивые люди вокруг-то. Там молодые, сексуальные. Не молодые. Не молодые? Молодая была уже не молода. А я ударила. Заходите. Спасибо. Давайте. Слушайте, а я, может, как? 50 рублей. Чуть-чуть. 50 рублей. За что? Да что тебе? Что делать? А, ну я понял. Нет, мне не шутил. Комод давайте-то. А ты кто? Да. Начальник карета. Друзья, ну вот интересно, красивую карету тут тоже. Пожалуйста, кто хочет, тот, тот, пожалуйста, автографируйтесь. Так, все. Так, ну что, вперед. Давай, давай, давай. Да хватит. какой-то лавочки. Ты сиди, помалкивай. А вот этот человек, который, ты будешь в блоге. Да, я буду в блоге. Ой, вот хорошо. Друзья, ну, Адский, Вера Вишневарова, мы сейчас едем в новое пространство, которое на пруду. Просто я вам хочу сказать, в этом пруду я всю жизнь, все детство гонял на коньках. Правда, там мы не купались, потому что была река Ворона. Но тоже интересно. И один раз я помню, что в этом пруду спустили какую-то канализацию, или что, и погибла вся рыба. Там такие были карпы и такие щуки. Просто можно обалдеть. Все, друзья мои, двигаемся к пруду. Друзья, ну, мы находимся в пункте, где реализовывался национальный проект России. Вот он, смотри, агентство стратегических инициатив. И было благоустройство вот этого пруда. Красиво. Я уже вам говорил, что это пруд с детства со мной вместе. Со мной вместе было все детство. Матом просто не ругайтесь, да и все. А так хорошо. Смотрите. Какая красотища, а. Просто все сделано, просто бомбезно. Давайте с вами. Да, да, вот. Так, друзья, YouTube есть у вас? Да. Так, немедленно сейчас все подписаться. Да ладно, правда, что ли, подписаны? Ребят, ну что, пойдемте посмотрим, как все это сделано, как красиво все это выглядит. Потихонечку спустимся вместе с вами вниз. Слушайте, ну тут прикольно, такая вот резиновая крошечка. Смотрите. Я тут был один раз, но когда это был недостроен. И как бы еще не было такого, как бы, ну даже не знаю, как сказать, друзья. Смотрите, офигенно. Офигенно. Я даже не знаю. Ну, респект, что сказать-то. Ведь вот такие вот камни тут, в сетках такой сделаны. мне кажется, все равно надо пруда, ну как бы это, добить, чтобы все-таки было. Ну все, пойдемте вместе со мной по кругу, посмотрим, как это все выглядит, как это все благоустроено. Смотри, деревья тут посадили. Нам хочется сказать, в эту пруду, в детстве, я даже занырил кое-когда. Здрасте. Здрасте. Сейчас все посмотрим. Смотрите, а тут еще на доме вот такая вот насталяция. Прикольно. То есть, вишни как будто, наверное, да? И так вот все хорошо, красиво. То есть, лавочки, скамеечки. Вот, смотрите, все тут есть. Класс. Друзья мои, смотреть какие-то тематические беседки. Наверное, они будут потом как бы развиваться. Может быть, тут что-то будет там. Ну, не знаю, картины какие-то висеть или что-то еще. Ну, дай бог, друзья мои. Сейчас покажу. Смотрите. Ну, прикольно. Смотрите, гладь. Я вам хочу сказать, тут даже и сейчас рыбу ловят. просто офигеть. Красотень. Друзья мои, просто красотень. И люди гуляют, получают удовольствие, кайфуют. Офигенно. А вот тот дом, видите, вдалеке. Это там мама живет. Моя родина, там я родился. Не, родился я не там, конечно, но тут, там я очень долго жил. Друзья мои, смотрите, какой прикольный. и вот каждый фасад вот этого здания как-то оформлен очень хорошо. Видите, а здесь ступени, скамейки. Если, например, на той стороне, смотрите, будет какое-то представление или, например, на этой, то здесь можно все смотреть. Офигенно. Замысел очень крутой. Архитектору Респект. Вообще молодцы. Вот смотрите, вот тут какая-то, я даже не знаю, беседка, не беседка. Ну, то есть, фотозона, ребят. Ну, это круто. Ребята, это очень круто. В такой моменте Увара еще никогда не был представлен. Смотрите, можно присесть на лавочке, зачилить, посмотреть на воду. Слушайте, ну, это очень круто. Вообще офигенно. Мне очень нравится. И смотрите, везде такая вот крошечка, она не скользкая. Офигенно. Так, давайте еще раз двигаемся дальше. даже самому интересно. Вот смотрите, вот это раньше была плотина, и там, ну, это конец пруда, конечно, и там все время была гадость. А внизу были трава, даже не трава, а деревья и помойка, скажем так. Ребята, все сделали, офигенно. Смотрите, какие лавочки. То есть, прикольно. Очень кайфово. И такой, представлять, тут воздух просто, ну, понятно, что тепло сейчас на улице, но его можно дышать, и он такой, ну, не то, что влажная прохлада идет оттуда. Друзья, офигенно. Мы туда ездили как-то один раз, там спортивные такие моменты, а здесь вот видите, наверное, кафе какой-то будет, а здесь смотрите, прикольно, тоже еще кинотеатр, наверное, под открытым небом. Друзья, ну, это, вот, вот, скажите мне, где есть еще? Привет. Как дела? Привет. Слушай, даже не буду снимать и тебе. Ты как работник, официальный, да? Мне нельзя снимать тебя. Хорош. Но все равно я хочу сказать, сделали просто бомбу. Молодцы, молодцы, вообще супер. Вот поэтому гуляем здесь. Молодцы, очень молодцы. Еще говорят, что будет вниз туда, к реке и там набережная, да? Так что приезжайте к нам. Я даже не мог этого представить, вообще офигенно мурациты. Друзья, ну, все просто бомбически. Я вам хочу сказать, нет слов. Смотрите, а вот этот вот кинотеатр, судя по всему, он будет вот открытым небом. смотрит. Видите? Можно присесть будет, а здесь чилить фильм. Видите? Офигеть. Класс. Ребята, я скажу, нигде, а-а-а, акустика еще есть такая прикольная. Нигде еще такого я и не видел. нигде. Смотрите, кофеща. А вот туда, будто там река Ворона, еще будут делать набережную. Но когда сделают, я просто не представлю, что это будет. я всегда говорил, что у Варова почему самая красивая девчонка, знаете? Нет. Правда, что ли? Не знаю. Объясняю. Смотрите, строил схимзавод, и вся молодежная стройка, все люди, татары, монголы, и все, а вы знаете, что, когда одна масть как бы женится, то это фигня получается. А когда все другие и смешение крови самые красивые получаются девушки. Все. Вот он. Друзья, там все посмотрели, сейчас мы едем с вами в Вечный Огонь, в парк Слав... Ну как, я не знаю, как назвать, ну где Вечный Огонь, очень тоже памятное и симпатичное место. Все, друзья, мы погнали. Друзья, она уже смеркается, и мы приехали, приехали с вами в парк, скажем так, Победы, в парк памяти города Угорова. Давайте сейчас пройдемте чуть-чуть, я даже не знаю, сейчас видно или нет, но, наверное, видно. Посмотрим. Я уже снимал отсюда видео, смотрите, как дорожка туда, здесь у нас Вечный Огонь, здесь монумент воинам, я хочу сказать, что все свое детство, все свою юность, свою жизнь, какую я помню, на 9 мая, если я здесь жил, с моей бабушкой, с родной, с отцом, с матерью, я все время приходил на 9 мая сюда, и возлагал венки и цветы, и ребяточки, помню своих близких, родных, которые отстояли нашу победу. Друзья, мы сейчас прогуляемся, дальше, я даже не знаю, смысла есть, снимать или нет, наверное, нет. Друзья, но уже темнеет, я с вами прощаюсь, желаю вам всего-всего самого хорошего, мира, любви, здоровья, счастья, чтобы все у вас в жизни было хорошо, друзья мои.